всех приветствую на канале народный до обзор меня зовут арсений и сегодня у нас будет обзор наушников линейки саундкор от компании анкер сразу оговорюсь это не какие-то левые модели которые мне прислали на обзор мне пока никто ничего на обзор не присылает а вполне конкретные которые используем я мои друзья или близкие сегодня у нас на обзоре две флагманские модели soundcore liberty 3 pro и soundcore liberty 4 также более функциональная бюджетная модель soundcore liberty air 2 это будет не просто обзор функциональных возможностей наушников я постараюсь сделать так чтобы вы смогли услышать как они звучат и увидеть это о чем именно идет речь вы узнаете немного позже сразу поговорим о ценах рыночная стоимость soundcore liberty 3 pro на текущий момент составляет порядка 13 тысяч рублей на мегамаркете можно взять чуть дороже 6000 с учетом кэшбэков и промокодов liberty 4 стоит порядка 10 тысяч рублей а на мегамаркете эта модель доступна от 4000 liberty air 2 обойдется вам в 5000 рублей на рынке а на мегамаркете соответственно также порядка 4000 рублей давайте начнем обзор самой дорогой модели soundcore liberty 3 pro это мои личные наушники которые я использую каждый день вот уже полтора года поэтому кейс имеет незначительные дефекты у этих наушников необычная форма и на первый взгляд может показаться что они неудобные лично я так не считаю наушники очень надежно крепится в ушной раковине за счет продуманной эргономики и дополнительных крыльев которые к тому же обеспечивают дополнительный уровень пассивного шумоподавления активный шумодав здесь великолепный но я им не пользуюсь и давайте признаем что любой активный шумодав влияет на чх пассивный справляется на 5 баллов комплекте поставки у нас идет набор сменных амбушюр и крыльев разных размеров кейс и сами наушники кстати официальное приложение soundcore позволит проверить плотность прилегания наушников к уху снаружи кейса предусмотрено три светодиода индицирующих уровень заряда самого кейса а внутри два индикатора корректности установки наушников в кейс тут есть нюансы так как их реально можно положить неправильно вот смотрите они кстати на магнитах ой смена кадра технический нюанс некоторые умудряются положить их неправильно честно говоря я никогда с такой проблемой не сталкивался по мне так они по-другому никак и не лягут только вот в своем положении на тыльной стороне кейса расположен разъем юсб тайп си и кнопка сброса привязки наушников рассмотрим корпус самих наушников здесь у нас имеется внутренний и внешний микрофон и а также инфракрасный датчик позволяющие наушнику определить находится ли он в ухе или нет если в процессе прослушивания достать наушник из уха музыка встанет на паузу на внешней стороне наушников расположены сенсоры которые позволяют включайте отключать режимы шумоподавления или прозрачности регулировать громкость или переключать треки все это можно сконфигурировать в приложении качество микрофонов отличное собеседник меня слышит хорошо только вот зимой когда шапка полностью закрывает ухо разборчивость речи несколько снижается ну не сказать чтобы прям сильно фирменное приложение sound core весьма функциональная я бы назвал его лучшим среди всех приложений для управления беспроводными наушниками если зарегистрировать аккаунт при авторизации на любом устройстве приложение будет подтягивать все ваши наушники настройки их и параметры эквалайзера выбрав нужную модель мы попадаем на основной экран управления где отображается уровень заряда каждого из наушников и кейса ниже выбирается режим работы обычный режим прозрачности кто не знает режим прозрачности позволяет захватить звуки окружающей среды через внешние микрофоны и передать их в ухо таким образом ощущается как будто наушник не вставлен в ухо и можно услышать собеседника не доставая наушник и режим активного шумоподавления дополнительно можно активировать защиту от шума ветра предназначенную для использования в режиме аудио прозрачности в разделе тестирования хир айди можно произвести тонкую настройку эквалайзера и шумодава в соответствии с вашими слуховыми особенностями работает это так в наушниках последовательно воспроизводятся звуки разной частоты а пользователь отвечает слышит он их или нет по результатам такого опроса приложение сгенерирует пресет эквалайзера и сконфигурирует наушники в соответствии с вашими слуховыми особенностями стоит отметить что настройка эквалайзера хранится как в приложении так и в самих наушниках это просто великолепно в разделе звуковые эффекты есть другие пресеты эквалайзера и объемный 3d звук присутствует возможность настроить эквалайзер вручную ниже идет режим звучания в котором предлагается выбрать доступный кодек последним пунктом меню идет раздел элементы управления где мы можем настроить определенные действия при взаимодействии с сенсорами на наушниках всего различается четыре вида управления одно касание двойное касание удержание в течение двух секунд и тройное касание в качестве действия доступно уменьшение и увеличение громкости переключение треков воспроизведение пауза активация голосового помощника и переключение режимов звука окружающей среды огромным плюсом является то что для левого наушника можно установить одни действия а для правого абсолютно другие в дополнительных настройках отображается серийный номер активируется функция обнаружения ношения для автоматического начала воспроизведения музыки когда наушники надеты и включения паузы когда хотя бы один из наушников вынимается а также доступна проверка плотности прилегания наушников к ушному каналу разрывов соединения связи между наушниками и смартфонов практически не происходит за исключением тех уникальных мест в которых эфир слишком сильно захламлен обычно я такие места встречаю на пересадках московского метрополитена где установлены и вай-фай радиопередатчики базовые станции сотовые связи и ряд других служебных радиопередатчиков московского метрополитена в таких местах могут наблюдаться разрывы bluetooth соединения и я хотел бы заметить что это не фишка конкретных наушников а это в принципе будет происходить с любыми устройствами работающими в данном частотном диапазоне автономность при использовании стандартного кодека sbc составляет в районе 7 8 часов при прослушивании музыки на уровне 70 процентов громкости а кейс способен три раза практически полностью перезарядить наушники на круг получаем от 28 до 32 часов работы без подзарядки теперь поговорим о главном о звуке в наушниках установлен один арматурный драйвер отвечающие за воспроизведение высоких частот и один динамический определяющий насыщенность низов и уверенность середины звук получается объемный и сочный при прослушивании ритмичной музыки современной бас буквально обволакивает слушателя если же воспроизводить рок-композиции бас-бочка всегда звучит точно явно чувствуется ее подача средние частоты уверенные а вот верхних местами даже с лихвой лично мне со стандартным эквалайзером слушать рог даже не комфортно потому что слишком много тарелок и вот этих вот высоких частот которые прямо бьют по мозгам зато симфоническая музыка позволяет полностью окунуться в атмосферу и прочувствовать технику игры в особенности струнных инструментов в любом случае избыток верхних частот это не проблема и всегда можно прибрать с помощью эквалайзера а вот если их не хватает тут уже ничего не поможет друзья в процессе подготовки сценария обзора у меня родилась идея как предоставить вам возможность хотя бы в первом приближении оценить качество звука этих наушников у меня нет аудио головы со встроенным микрофоном зато у меня есть петличный микрофон боя который я сейчас использую и с помощью этого микрофона и некоторых манипуляций я попробую продемонстрировать вам звучание трех композиций классической музыки рока и танцевальный в качестве устройства захвата используется студийная звуковая карта focus ride в которую включен петличный микрофон полученная запись будет проанализирована с помощью спектроанализа в конце ролика вот так прозвучали три композиции которые были воспроизведены на soundcore liberty 3 pro а мы двигаемся дальше давайте теперь более подробно поговорим про модель soundcore liberty 4 это более новая модель по отношению к liberty 3 pro она выполнена в классическом форм-факторе благодаря чему наушник держится в ухе вполне надежно это наушники моей жены которые я приобрел на мегамаркете всего за четыре с половиной тысячи рублей и не вызывает никакого дискомфорта однако у меня при долгой ходьбе они все же стремились немножко выпасть в этом плане меня больше устраивают liberty 3 pro но тут дело кроется в индивидуальной особенности строения ушной раковины каждого человека рекомендую всем перед покупкой тех или иных наушников попробовать примерить их послушать у кого-то из своих знакомых в крайнем случае можно съездить в магазин доктор head в котором есть огромный шоу-рум где представлены практически все актуальные наушники на сегодняшний день их можно там послушать примерить с ними немножко пройтись и понять подходят они вам или не подходят в комплекте поставки у нас набор амбушюр разного размера сами наушники и кейс на кейсе расположена светодиодная полоска индицирующая уровень заряда на тыльной стороне располагается разъем юсб тайп си кнопка сброса настроек располагается внутри кейса посадка здесь четкая уверенная магниты не позволяют выпадать наушникам из кейса но впрочем сейчас так делают все производители тонкая настройка наушников доступна из фирменного приложения soundcore а набор регулировок практически соответствует liberty 3 pro который мы рассматривали в начале сегодняшнего выпуска за исключением возможности отслеживания пульса поэтому останавливаться подробно на этом мы не будем а а вот общая автономность здесь несколько ниже если от одной зарядки пара наушников может проработать в районе восьми с половиной часов при 70 процентной громкости то вот кейс в состоянии полностью перезарядить наушники лишь три раза на круг получаем чуть больше двадцати пяти часов естественно активация дополнительных функций таких как шумодав и отслеживание сердечного ритма снизит время автономной работы расположение микрофонов на мой взгляд тут более удачное благодаря чему собеседника слышит меня практически идеально даже если наушники прикрыты шапкой мне кажется что классическая форма наушников с ножкой этому только способствует ведь микрофон располагается немного ближе к последней моделью в сегодняшнем обзоре будет soundcore liberty air 2 эти наушники мне одолжил мой приятель специально для обзора поэтому я не могу вам показать комплект поставки скажу лишь что также там присутствует комплекс сменных амбушюр кейс и естественно вот сами наушники на кейсе имеется три светодиода отображающие уровень заряда кейса а вот какая-либо внутренняя светодиодная индикация здесь отсутствует вместо нее имеется два маленьких светодиода на каждом наушнике на торцевой грани расположен разъем usb type-c и кнопка сброса настроек сами наушники держатся вполне уверенно хотя на мой взгляд несколько хуже предыдущих моделей из явных недостатков я бы сразу выделил эффект вакуума когда наушник плотно вставляется в ухо пока я готовил ролик выпуску владелец сообщил что наушники постоянно отвязываются от его смартфона xiaomi 12 и так как эта модель является более бюджетный драйвер здесь один хотя я не могу сказать что частотный диапазон узкий присутствуют датчики положения наушников чтобы приостановить музыку когда вынимаешь один наушник из уха а вот возможности приложения здесь несколько ограничены более простая версия here айди для подстройки а чиха под ваши особенности слуха а также настройка управления наушниками с помощью сенсор автономность составляет порядка четырех часов при уровне громкости 70 процентов от кейса наушники можно перезарядить чуть больше трех раз на круг получается порядка 15 часов качество внешних микрофонов тут среднее в большинстве случаев собеседник слышит меня неплохо но при очень шумной обстановке речь становится плохо различимой давайте послушаем их для того чтобы до обзор получился более интересным я решил также включить в него одну пару китайских наушников от бренда QCY QCU многие его так называют это модель QCU T5 Pro свое время они достались мне за 400 рублей на алиэкспрессе со всякими промокодами и вы знаете это вполне неплохие наушники а учитывая их цену в 400 рублей просто великолепные да качество микрофонов здесь конечно оставляет желать лучшего но на что могут претендовать эти наушники предлагаю послушать их тоже итак дорогие друзья пришло время сравнить все обозреваемые сегодня наушники предлагаю для начала проанализировать их спектрограммы помимо спектрограмм в правой части мы можем наблюдать также в левой части анализ частоты спектра давайте не буду вдаваться в глубокие технические подробности буду немножко называть все более простыми словами для того чтобы мой обзор был понятен широкому кругу зрителей так вот такое представление спектра оно нам демонстрирует насыщенность звука его яркость и если можно сказать плотность чем больше у нас желто оранжевых зон тем сильнее и плотнее звук по полученным картинкам видно что liberty 3 pro вместе с liberty 4 демонстрируют наиболее яркие результаты и между собой они отличаются но не так чтобы очень сильно а вот liberty r2 и китайские наушники с алиэкспресса демонстрируют конечно совершенно другую картинку я предлагаю прослушать и сравнить как звучит один и тот же музыкальный отрезок на разных наушниках и и и и и и и и давайте подведем итоги у каждого человека есть свои особенности строения уха и свой диапазон звуковых частот которые он может слышать и воспринимать кроме того кто-то использует наушники для прослушивания музыки кто-то смотрит в них фильмы либо слушает подкасты или аудиокниги в зависимости от решаемых задач я мог бы рекомендовать liberty air 2 для непритязательных пользователей которые на слух не в состоянии отличить качество mp3 файла с битрейтом 256 кбит в секунду от файла с битрейтом 320 кбит в секунду а учитывая опыт эксплуатации моего товарища который предоставил наушники на обзор лучше их наверное все таки не брать они постоянно отваливаются и приходится их собрекать заново если же вы меломан предпочитающий различные направления музыки а также вам требуется хорошее качественное активное и пассивное шумоподавление я бы рекомендовал sound core liberty 3 pro случае частого использования гарнитуры для совершения звонков немного поступившись пассивным шумоподавлением я бы мог рекомендовать модель sound core liberty 4 эта модель может устроить и тех кому liberty 3 pro окажутся слишком громоздкими или неудобными ну а если вы хотите по максимуму сэкономить можно приобрести вот такие вот китайские наушники компании qcu модель t5 pro сейчас их можно приобрести от 1200 рублей в конце хотелось бы добавить пару слов про настройку звуку эквалайзера под свои предпочтения я использую дополнительно программу power amp эквалайзер для новичков интерфейс может показаться тяжелым перегруженным но именно за возможность тонкой настройки звука я и полюбил эту программу тут есть как графический так и параметрический эквалайзер куча пресетов возможность настроить определенную конфигурацию звучания под каждое устройство будь то bluetooth гарнитура jbl колонка или магнитола вашего автомобиля а тем временем наш до обзор подошел концу если у вас возникнет желание поддержать проект можно сделать добровольное пожертвование на карту тиньков которую вы видите сейчас внизу экрана или воспользоваться сервисом сбер чаевые qr-код вы сейчас видите также на своем экране на ближайшие месяцы у меня огромные планы будет обзор смартфона телевизоров мы обязательно поговорим про банковские продукты как хранить деньги на выгодных условиях и получать 16 процентов годовых не размещая их на вкладе то есть вы в любой момент времени можете снять их и не потерять свои проценты поговорим про роутеры затронем автомобильную тематику в общем поле для деятельности очень большое а у меня на этом все это был народный до обзор всем пока